Кто опять? Это Багдарня. Красота. Поехали, как там у нас соревнования троек. В Багдарню. В Багдарню, да. При стёжке ехала её мама. То есть лошадка, которая бежит рядом. Она жрёбая была. То есть они там покатали буквально немножко, они чисто там что-то покрутились и уехали. Приехали, на следующий день рождается Багдарня. Вот так покатали? Ну, у неё уже сроки подходили, то есть это просто выезд был ради выезда. Всё. И родилась Багдарня. То есть сроки уже подходили, всё нормально. Её мать сейчас живёт у нас в Торжке. Её зовут Арфа. Вот, она живёт, доживает свой срок. Тоже попала к нам сейчас в новохозяйство с Амфизеном, с Хоблом. Мы её немножко поддержали. И она смогла даже у нас поработать очень хорошо. Соответственно, уличное содержание творит чудеса. Как только эти лошади попадают в конюшни, которые долго-долго живут у них, всё заканчивается. Всё их здоровье, всё их жизнь. Мы стараемся сейчас приводить территорию в порядок, поскольку по стоку, потому что финансирования у нас нет. Стараемся своими силами. И надеемся на стационарный ангар и Льваду Большую. То есть, чтобы тут не было ни летом, ни зимой чачи, а у лошадей было укрытие всегда. Или там сено поставить туда. В общем, да. Чтобы они в более-менее цивильных условиях жили. То есть, улучшать, улучшать каждый год их качество жизни. Как моркоши идут. Какие уши. Да, моркоши. На наш хейт льётся бесконечно. Какие обычно претензии? Вы не кормите лошадей. Лошади у вас живут на улицах. Вы редко их расчищаете. Вы их не лечите. Вы сдаёте их на мясо. Вы их эксплуатируете. Не знаю. Я вижу всё иначе. Как часто вы их расчищаете? Раз в два месяца. Очень стараемся. Ну, кого-то раз в три месяца. Ну, я не вижу заросших копыт. Не, они у нас есть. Я не скажу, что они есть. Не сказать, что они прям только что расчищены. Конечно. У меня одна спина. А все коволя, которые к нам приезжают, они такие, всё, ну... Мы берём две с половиной тысячи за голову. А у нас нет таких денег. Мать, вот отсюда. Она не подходит. Ага. Сразу убежит. В общем, если вы хотите купить кучеровую лошадь, пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Заберите, да? Заберите. У нас есть жеребец, я вас очень прошу. Я дам контакты. Попробуйте связаться с этими людьми. А что она за вошейники прикусочная, что ли? Нет, это они на верёвку ставили её. А как бы зафиксировать лошадь трудно достаточно. А, понятно. Понятно. Дичок такой. Тютючка. А, как раз про каличи, которых мы не сдаём на мясо. Вот эта кобыла, в прошлом году, она решила перепрыгнуть через забор, и так перепрыгнула, что она упала на свой маклок. Приезжает ветеринар. Ужасно, я понимаю, что уже здесь всё, ничего не сделаешь. Если можно посмотреть, один маклок ниже, чем другой. Даже если оно вот так стоит, он, короче, ниже. Перелом маклока, там, подвозрочной кости со смещением. Всё вдавлено. Что нам сказали? Может жить. Что делает лошадь? Живёт. Всё. Никто её никуда не сдаёт. Кобыла хорошая. Нам сказали при должном тренинге и там с витаминками, с кальцием, она может родить. Она может катать туристов. У нас есть ещё одна кобыла, которую мы купили. С переломным, кстати, маклоком. Ничего. Жила. Всё было прекрасно. Не хромала. Аритмия была, но поскок-посток. Раз в неделю туристов катать пойдёт. Вот. Совершенно хорошая, контактная, красивая кобыла. Никто её не собирается есть. Жеребёнок? Полтора года. Нет. Да, полтора. Вот. Такая история. Никто их не ест. Пойдёмте в кучерашку. Пойдёмте. Чего съели? Чего больше ели? Меня съели. А, два-три раза в неделю я хожу с чайами-спреем и всех пропшикиваю. Потому что они едят друг друга. У нас очень много резко в этом году таких вот же ребят непонятных, суперпохожих. Потому что отец был один. Будённовский подвиг. С подвигом вообще история такая ужасная. Просто ужасная. Купили директора кобылу. Всё было замечательно, великолепно. Она была с пулей в голове. Она просто врезалась там во всё. Она родила подвига. Что у него? Через несколько дней она решила, что она хочет свободы. Что у неё было? Сейчас я постук включу. Ну, сломалась. Поломалась серьёзно. Соответственно, всё пришло в негодность. Её пришлось усыпить, зарезать и так далее. Потому что она на этом истекала края. Открытые переломы и так далее. Остался подсосный жеребёнок. От его подвига все списали всей конюшней. Кормили ежедневно. Ну, сами понимаете, сколько нужно жеребёнку есть, чтобы он выжил. Он выжил. Всё хорошо. Стал таким достоянием. Стал подвигом, который мы совершили. Назвали подвигом. Через два года эта лошадь легла на этот самый на забор. Упала вместе с забором. Он хотел убиться. Он хотел убиться. Всеми силами этого добивался. Что он сделал? Он упал вместе с забором и выдрал себе плечо, сломав там всё. Соответственно, нога не подлежит восстановлению. Где эта лошадь сейчас? Она работала в ППС. Дала нам жеребят. И сейчас она живёт в Торжке. Доживает? Сколько доживает? Опять же про мясо. Мы его не сдали никуда. Он у нас живёт. Можно приехать, поглоти. Покорми. Будет жить, сколько будет жить. Вот такая история. Сколько там в Торжке? 30-40. Может 30. Вот так будет. Вот так будет.